Егейминг Бэтс Но нет денег на новые Разбогатей быстро с KS Go Fast KS Go Fast.com — это высокие шансы на победу Несколько комнат с различными режимами игры Ежедневно более тысячи игр Пяти тысяч игроков Двадцати пяти тысяч разыгранных вещей Тебе не нужно много скинов, чтобы стать победителем Двадцати пяти тысяч разыгранных вещей Двадцати пяти тысяч разыгранных вещей Гарри и Эншент успели взять ножи, выбрать сторону защиты И взять пистолетный раунд И тут подоспели мы Мы — это Кван и Гомер, друзья Всем еще раз привет Хорошо, что не успели выиграть без нас с вами Потому что действительно Очень высокий темп игры Продолжается еще и на Инферно Я все-таки думал, что Эксплоусив будут играть более пассивно После фиаско на Мираже и 13-2 в первой половине Но нет, парни бегут, парни сливаются Эншент, фармашины в руках И я, по-моему, чувствую, что это возможен счет 2-0 Вот мне кажется, что сейчас Эксплоусив надо просто быстрее закончить Потому что Если так проигрывать свой пик То играть на Инферно на пике оппонентов Им будет очень и очень сложно Скорее всего, тем более начинают они за атаку Ну и тут По крайней мере, мне кажется, Эншент Могут смело набирать раундов 11-12 Сейчас шведы, скорее всего, продолжат свою политику Супер-аркад, супер-агрессивных пушей И если не будут ошибаться То действительно может все закончиться быстро И очень больно Вот уже самигот пал жертвой Молотова Вот Лекрос Майк А я уж думал, демки и мувики включат Но нет Но, увы, попросы только на один минус Дальше разменялись Филин на бойлере На бомбе там уже сидят два шведа Тут парни, конечно, могут выйти в арт Но и не могут Не могут, говорит Твист Два хороших минуса И это третий легкий раунд для Эншент И только сейчас Эксплозив, конечно, закупает девайс Ну, считайте, мы к девайсному Зашли как раз к самому интересному Раунду, напоминают нам счет Лекрос тащит очень хорошо И первую, и вторую карту Семь фрагов у него имеется Ну, а что касается Эксплозив У двух игроков все еще Рулончики в строке убийств Раунд через Бананс, я так понимаю Оу, пауф Пошел, пошел С трактора Дал один хэдшот Ну, да, разменялся Мистер Шнейдер Взорвал Знайда Майда сделал минус Пронакс Пронакс, по-моему, не сидит Он уже бегает, я не знаю, как на ММчике Тусуется Вот после двух неудачных врывов под смоук на карте Мираж решил все-таки сыграть медленно Пронакс Получил прострелом дэмэджа на 50 хп И улепетывает вглубь лента Шнейдер Конечно, не самый жесткий девайс Но залетел какой-то просто рандом Жесткий хэдшот От нежесткого девайса В руках у Шнейдера Тот может сделать с него еще минус-посмайку Стреляет в правильном направлении Он видит Я не знаю, как он туда стреляет Он чувствует Шнейдер чувствует страх украинского коллектива Пронакс что ему показывает? Оп, сейчас накину флешечку Лови Играем без TeamSpeaker Давайте усложним задачу, наверное Волейбол флешкой Шведы Шведы красавчики Законтрили Банан с UMP MP7 или MP9 Ну, в общем, разобрались Да, пока что Шнейдер уже делает третий минус для себя Со своим MP9 Нафармил Так, нафармил А вот сейчас должен погибать Хотя нет, Самигот уходит Но все-таки он не стал Выпрыгивать из мака И выход на шифте Позволяет ему сделать квадро Эншен 4-0 Эксплоусив До полуфинала дошли Но, по-моему, место в финале уже приготовили Для своих шведских оппонентов Да, я смотрю, тут Пронаксу просто не дают поиграть 1-1-1 Он никого не видит Закрываю с маками банан Ну, так, пацаны, я тут Если что-то пойдет не царь Зовите, если что Шнейдер что-то рассматривает нож Пошла Перетяжка в итоге все-таки дефолтная Ну, и Лекро Я вот думал, побежит уже на самом деле Если бы пошли в мидл Это, конечно, были бы похороны сразу же для Эксплоусив А так они немножко одременились Наконец-то киллы делает Пронакс Правда, погибает тут сами годы А то следом Инсульт и пал Поврыв от Шнейдера Спрейдаун вообще Я не знаю Куда он стреляет? Беги, стреляй, Шнейдер Сделал все-таки один минус Твиз Чек банана Не прочекал банан Но смайк Я что-то уже начал переживать А так-то два в два Мы тут шутки шутим Но у Эксплоусив Есть реальный шанс Взять экономический раунд При том, что вот равное количество Дивайсики подобрали Филинг с армором Киты есть У команды Эншон При позиции В принципе его Эксплоусив были неплохие Правда, Филинг погибает Смайк палится на свои позиции Молотов, конечно, хороший Но он уже ничего не решает У Лекра есть Смоу, кстати Но не дошло, видимо Дело до Смака Смайк услышал дефьюз бомбы И в итоге его на отстреле Зачекали 5-0, 11 тысяч У Шнейдера Продолжается карта Мираж Как будто этой паузы и не было Вот прям летят Очень быстро все происходит Очень динамично Конечно, грустно Грустно за украинскую команду Хочется увидеть какую-то Немного хотя бы борьбу Которой пока что, увы, нет Все-таки очень разный уровень игры Мы это видим сейчас воочию Как не прискорбно это осознавать Но действительно Эксплоусив сейчас Не дотягивают Да и статистика Одна победа Пять поражений По официальным матчам У Эксплоусив на данный момент То есть тут какой-то затяжной кризис Что-ли в Эксплоусив Вот как на миноре Отлетели Так что-то и продолжают Как бы они потом От организации не отлетели Вот Единственная проблема Которая их может В будущем Кстати, по-моему Сейчас у них нету Постоянного пятого игрока Насколько я помню Все возможно По-моему, сами год сейчас У них газа Ну, по-моему, так и есть Я там что-то поглядывал У них в паблике Пятая строчка ТВА Видимо, ребята В творческом поиске Наигрывают состав Ищут оптимальную Подборку игроков Параллельно Вот мы видим В каких-то квалификациях Даже доходят до полуфинала Бомба стоит Ну и что же Очередной раз Ретейк с китами С раскидами Для команды Эншент Но, правда, в меньшинстве Не, ну в этот раунд Можно поверить Вот Эксплоусив Тут шансов явно больше Все-таки достаточно поздно Подходит Эншент У них раскидка Ну, неплохая Все-таки неплохая Хороший Молотов Ломает всю систему Сейчас просто Гриль у нас намечается Но нет Зажали сейчас Одного из игроков Эксплоусив Снизу Молотов Сверху тиммейт Лекро отстреливает Лоу хипового филина Бомба пищит Лекро Ну все, времени у него уже нет Ай-яй-яй Run away Пишет мне табличка Но Лекро не успевает Никуда убежать И вот он первый раунд Поранче, чем на карте Мираж Я, честно говоря, думал Что до этого Первого раунда Еще долго доходить не будет Но все-таки Ребята, молодцы Вышли на базу Защитили Вот Нобул 1-1-6, конечно Ну тут и тиммейт От него далеко не уходит В целом Все еще плохо У украинской команды Возможно Тут сейчас пропрутся Все еще шведы Играют на закупе Более того Закупа уже, чем был до этого Поскольку теперь Есть АВП у Твиста Который На первом тайминге Должен открываться на мидл Но нет Я что-то Прострелил бочку Начинает оттуда Вытекать, наверное Какое-то винишко Сейчас Твист возвращается назад Ну скорее всего Просто тайминг упустил И решил даже Не чекать На цементе Пауфа должны были задавить Но почему-то Не задавили Ой-ой-ой Ну как так Уже слепой Без хелпы Вроде бы флешки Конечно там накидывали Но хотя бы В размен должны были Ой, там ствол торчал А в размен должны были Играть Эксплоузиев Тут, ну по инфе Уже Просто без потерь 5 в 0 Да, как-то Тот раунд Кажется Временной Удачей Потому что сейчас Шведы Просто переплюнули Сами себя Везде были на шаг Впереди Везде Опережали своих оппонентов Которые, кстати Играют Форс Да, теки арморы И не удивлюсь Если это будет Просто 5 банан Какой-нибудь Кстати, один раз Они там неплохо Разменялись Возможно Пытают удачу Еще раз Да, забегают банан Принимают все те же Пау Все тот же Пронакс Пауст В полетел Пау Только один минус Что крайне мало Потому что хелпа Перетянулся Не успеет Своевременно Пронакс Пронакс сделал все красиво Накинул флешку Молотов Пропрыгивает Вот это самигот Пронакс Еле-еле вообще Один фраг сделал Только один минус То Шнейдер врывается Пропускает одного из оппонентов Краш Сбривает Шнейдера Теперь уже твист Плюс лекра Возможно Стоит уйти вообще На сейв сейчас 5 Банан Не контрится Такая острота просто Рабочая Ну там Пау Только одного убил Пронакс Вроде бы грамотно Раскинул Тоже только одного убил Ну вот Пронакс Пытался играть на время Но при этом Когда он стоял за вторым У него конечно Шансов было мало Его просто очень быстро Задавили Филин На катушках Увидел лекра При этом твист с АВП Идет на выбивание Непонятный мув от Краша Сейчас Отдался просто Времени маловато Но и твист Твист должен уже эвакуироваться Тут как бы ловить ему нечего Да, но он-то понимает Ну Не очень понимает Но в итоге Твист все же ушел Взорвется ли Но Нет Все хорошо 6-2 Два раунда Оба на Б Выиграли Эксплозив Очень Сумбурно действуют Украинцы И это срабатывает У них теперь девайсный закуп И снова-таки Шведы не проседают По экономике Вот в чем главная проблема Для украинцев У них еще не было Ни одного эко Или форса Постоянно Есть деньги на бай И вот сейчас Надо ломать оппонентов Если Этот раунд забирают То там уже Изи четвертый Намечается Для украинской пятерки Но сейчас Камень преткновения Это парочка Пронекс и Пау В которой С ровными щитами Конечно Но мы видим Именно Под их Опекой Находится тот самый Банан Вот Шнейдер Третьим пришел Понимая что Дело пахнет керосином Нужна пацанам Тут хелпа на бэр Возможно просто Стоит немного Поменять расстановку сил Пау Уже снова погибает Пронекс В такой Полупозиции С которой бы ему По хорошему Побыстрее Надо бы уйти Да безусловно Немного подождал Аркады в смоук Этого не произошло Пронекс Командует идти В аркаду По моему сейчас Шнейдеру Будут вновь Вновь Супер агрессивными Позициями Пользоваться Эншент Вот пока что Эксполсив Занимают мидл Будут готовиться Выходить на ребра Пронекс Расправляется с крашем Лекро Ключевой игрок раунда Делает первый минус В ответку Залетает Минус Ноуэлла конечно Но никуда не прошла Атака Тут все еще жив твист Вот Это на самом деле Опасно Для эксполсив Открываться на этого Снайпера им не стоит Но они судя по всему И не хотят Они хотели Выходить Через арку на б Но Пронекс Шнейдер Говорят что Ребята Никуда вы в этом раунде Не выйдете Пронекс Что-то не дотерпел Немножечко Вроде бы ждал Ждал Увидел кусок пикселя И начал перезаряжаться В этот момент Ну по факту Смайк уже Подошел сам На этот расстрел Семерка Есть для шведской команды И только два раунда У Эксполсив Переиграли сейчас шведы И позиционные Банан прожал сейчас Шнейдер И Пронекс Перетянулся в хелпу И Лекра сыграл 14 на 4 Эй За 9 раундов Все хорошо У Эншент У Эксполсив Все печальненько Смоук О Опять банан Рабочая острота в деле Ну понеслась Только теперь еще летят Хаешки Натаминг Там и Молотов На этот раз уже Этого шведы не простят Да При этом спину мы видим А ты видел кстати Какой стикер У кого там был Сейчас тебе скажу У Пронекса Я вижу Дося сейчас Там Дося Стикер Дося Эксгад Это все вирусное видео Вирусное видео Работает на шведов Кто такой Эксгад Это Дося Ну что же Причем там еще и Хеллрейзер с наклейкой Может он перекупил А это Шнейдер вообще Фанат Шнейдер у нас поклонник А ну собственно говоря Логично что Шнейдер Он же играл с Шерами Какое-то время Возможно вот За друзей своих Поднял бокал Поднял бокал Кулаки держит Говорит Ребята давайте Ой-ой-ой Ну что Эксплоузив конечно Ну спиной С ножом Видно Видно что пацаны Сливают Раунд Возможно и всю игру Как-то да Очень Все сейчас Происходит трагично Для ребят Из Эксплоузив Да делают Какие-то минусы Но в целом Это общие картины Не меняет Я же Если вам второго забрал Это шок был бы Это все Это сразу на ютуб Сразу в чате Вак И все И вылетел Рядом с флюша читер Будет лекаро читер у нас Да Ну что же Девяточка есть В обороне На своей карте Эншент Красавчики Эксплоузив Дважды выходили Через банан Это получалось Ну вот еще Девять раз У них Не выходило Абсолютно ничего Шнедер АВП И занимает Кстати он Банан Поменялись Немного местами Сейчас парни Из Эншент Но вот За счет того Что у них Несколько игроков Которые могут Отыгрывать с АВП Они я так понимаю Пытаются играть От тайминга В первую очередь От позиций И это на самом деле Правильно Это хороший вариант Если у тебя есть Много игроков Которые способны Отыгрывать На должном уровне Со снайперским девайсом То почему бы и нет Что банан Клиер Сейчас должна быть Инфа от Пауфа Но тут все-таки Есть засада Это Краш Это будет дезинфа Пауф кстати Чекает Краша Да Расправляются с ним Сам остается красным Но при этом Банан он занимает В одиночку Шнедер Есть минусы за ВП Твиз не выпускает На ковры Игрока с никнеймом Сэми Гот Ну и парочка Новый смайк Ой-ой-ой Но тут все как по нотам У Эншент Вот и флешечки И позиции И аркады И поджимы На голову сильнее Сейчас конечно шведы Да тут Ну здесь эксплосив Не посоветуешь ничего Кроме как тренироваться Тренироваться Еще раз тренироваться Ну здесь действительно виден Этот разный уровень Скилла В первую очередь у команд Потому что здесь нету Никаких гениальных действий Шведов Они просто на стрельбу Выходят Поджимают Тут и никакого Сильно гениального Тимплея нету Максимум что мы видели Из тимплея Один другому флешку накинул Но этого хватает Как мы видим Классической флешки Оу Может быть достаточно Краш Отличный Первый минус Из дегла Уничтожает Шнейдера Пауф не отдает Все-таки понятное дело Эту позицию Потому что там АВП лежит Но вот краш Сбревает следом И пауфа Пока его тиммейты Борются Бэплент По сути можно считать Скрытым Краш промахивается По ногам По коленным чашечкам Просто Бронок сейчас Настрелил Но там и без бомбы был краш Поэтому Ну да Проперся Два фрага сделал Дальше Маны не хватило 11-2 Первая половина Подходит к своему завершению Ну и все игроки Эксплоуси В глубоком Минусе Сейчас Ребята играют Девайс Кстати С АВП С Майкой Я не помню Видели ли мы до этого Снайпера в атаке На Инферно Эксплоуси Ну сейчас посмотрим Если не считать Краша в прошлом раунде Краш Он пикнул Секунда Секунда Снайперской карьеры Крашен Вот Вот это уже жестко Вот это темпэйчик Только флешку накидывает Эншн На эту флешку Мы видим Очень-очень Серьезные палки в колеса Что это там все проходят Мимо игрока защиты Пронакс Прятался Прятался хитрый Пронакс Продумал Продумал Пронакс Всю стратегию На этот раунд Вновь бомба упала Смайк последний АВП у него в руках Пронакс тут как тут Выход И фраг в спину Там смоук Там смоук Все так просто Не будет Хотя нет Все так просто Как раз и будет Пронакс делает минус И все-таки 12-2 Да Это разгром Разгром Дорогие друзья Уничтожили на карте Мираж Своих оппонентов Эншн И продолжают В том же духе Давить Эксплоусив И на инферно Эти жесткие шведы Последний раунд Сейчас посмотри Пошел Пошел Павлик Ну где размен Вот размен Пронакс Получает по ушам Ноуэлл 1 Ну 1 в 3 Можно на б поставить даже Вот все Все играбельно Но только что Потом делать Бомбу поставит Хорошо А дальше Как бороться Против троих оппонентов Среди которых Есть Твист Есть Лекра Ладно Сейчас на банане Два фрага Изи Ну что Выбивание 3 в 1 Киты есть Раскидки есть Два молотовых Два смока Противовест Ноуэлл прячется Под руинами Ну вот Не выпустит же его Сейчас просто Один сядет Дефьюзить А парня не выпустит Твист смотрит Как раз Тройку Не справляется Ноуэлл остается С 20 хп Все это время Можно было конечно Дефьюзить Лекра Лекра красавчик Лекра красавчик Лекра ты молодец И это в итоге 13-2 Поздравляем Эншин с первой половиной Да очень хорошая игра От них Увы не настолько Впечатляющее Представление От Эксплосив И конечно В камбэк Уже никому Не верится 13-2 Завершалась Первая половина Карты Мираж 13-2 И победные Крабики Для Эксплосив Лекра 20 на 5 КД 4.0 Дорогие зрители Это конечно Стоит Дорогого Как для полуфинала Квалификации Это жесть Залетный Эксплосив Вот как-то Как-то Датчан перевернули А вот тут Как мы видим На Эншинт И остановились Лук Следом погибает Ишневер Предварительно Сделав только Один минус Остается только Капитан команды Эншинт О-е-е-е Пострельмета У Филина не вяжется Вообще Эншин не попал Ну в ответку Все-таки Смайк уже Оформил Размен Ну это то же самое Что на мираже Вот сейчас Пять-шесть раундов Поборются Ну как камбэк-то Оформлять Эксплосив В целом Да В целом Как они сделают Этот камбэк Непонятно Ну 13 раундов Взяли Эншинт На защите Всего 3 Остается набрать За атаку Это по сути Всего ничего Эншинт Уже по традиции Делают форсбай Два дегла Тритека Вообще Без единого самока И раскида Надежда Только лишь На чистый АИ Звена Эншинт Ну их оппоненты Будут фармить Будут стрелять И бороться Можно было попробовать Рабочую страту Команды Эксплосив Просто фастбэл И бежать Но при этом Поскольку в закупе Сейчас преимущественно Фармганы Конечно это могло бы Легко законтриться Одного твиста Отправили на ковры Тут шуметь С чем он благополучно Справляется Причем настолько показательно Шумит Я попрыгал Я пострелял Аркада А Вот я не знаю У них хватает еще Зажать войс Чат и кричать А Понятно что его Оппоненты этого не услышат Но в сути не меняют Очень Явно мне кажется Палевно Там шумит твист Выходить вообще Без раскида Конечно Не хочется Эншинт Поэтому ждут подарков Подарков нет Пронакс Вроде бы может Тут и попасть по кому-то Но Филен там не палится Второй смоуг на бананс Майк Минус по Шнейдеру Краш пошел поджим Кстати вот Игроки атаки Сначала все стояли на банане Потом куда-то уходят Непонятно Краш делает минус по Пронаксу Дальше отходит Его не додавливает Пауф даже не думал Идти разменивать Своего тиммейта Сейчас очень важно Чтобы хелпа пришла У Эксплоусив Под Бэпленд Потому что один краш Тут долго не протянет Прибегает Смайк И в принципе Вот тут уже На перекрестном огне Должны Эксплоусив Травляться Своевременная хелпа Конечно Но почему-то краш Очень быстро погибает Смайк остается красным Пауф Плохой тайминг Продает сейчас Буквально из себя И тиммейта Бомбу поставили Но Твист остается Один в три Но тут ваш инфар Что он контролил Непонятно Решил Что там хитрецы Играют По тегам Эксплоусив Что там будет Аркада через Чорч Кстати Квадра от Смайка Красавчик Мы тут говорим О жизни О птичках А на самом деле Смайк-то Оформил Квадра Килл в этом раунде Можно только Похвалить Этого парня Четвертый Есть у Эксплоусив На карте Инферно Эншин Должны делать Эко Да Закупаются До двух тысяч У кого есть Лишние финансы Твист Почему-то Армор приобрел Ну да Ладно 13-4 Сейчас должно Плавно перетекать В статистику 13-5 Смайк АВП Смайк АВП Вот так вот Красавчик Самое время для АВП Мне кажется Не самое время На самом деле Это был сарказм Пока что Вот Больше В таких раундах АВП Это возможность Пикнуть Оппонентом Чаще так Как-то оно происходит Смайк делает выстрел Уходит Тут же мы видим Другая связка На банане Это краш плюс филин И им уже удается Закрыть пауфа Игрок с бомбой под ямой Ну не выпустят Скорее всего Конечно Энжин Слушай На позиции Точки хорошие Защитываю Эксплосив Можно доигрывать До конца Правда Самигод Зачем-то отпускает Ребра Ну прячется Большие пески Там все хорошо То есть Энжин Чтобы занимать точки Нужен прокид Нужны смоки Флешки Какая-то подготовка Вот просто Выход на голой стрельбе Это не вариант Интересная точка У Самигода Смотрит За машиной В упор Да Но при этом Пропускает Практически в упор Своих оппонентов Открывается Пронакс Погибает От П90 Точка-то сработала Рабочая точка Самигод Минус есть Игрок на коврах Это Лекро Бомбкерри Вместе со своим тиммейтом Погибают Лекро отвечает минусам Но уже Остался он один Кстати Смайк своего П реализовал Сделал Три минуса Даже И в целом Это 13-5 Эксплозив борется Они хотят Вообще в пустую Сливать карту Инферно Но все еще Слабо верится В камбэк Теперь уже Девайсный От Эншн Ну и по идее Тут уже можно И возвращаться На доминирование Над своими оппонентами Ну все будет зависеть От стратегии Которую выберут Сейчас шведы В этом раунде Могут аркадить Могут разводить Могут фейковать Большое Очень-очень Свободное Инферно В плане каких-то Задумок Сейчас может Получиться Эншн Показать Решают Проводить Холодную Атаку Размеренную Четкую Шаг за шагом Морозцом Морозцом Потянуло Холодно На карте Инферно Ну и все Эксплозив Словно Это последние Деньги Деньги Но и по большому Счету Раундов Нет в запасе Поэтому Эксплозив Должны Только радоваться Такой возможности Сыграть Еще хотя бы раз С девайсами Да Пока что Лекар Напрягал Банан Накинул Молотов ХЕшку Никто Аркадий Не побежал Это конечно Правильно Для украинцев И вот Снова Таки Скорее всего Раунд Должен быть Более-менее Размеренный Шнейдер Занимает Ковры Смотрит Никого там Не находит Вот кстати Эксплозив По-моему Вообще Отпускают Ковры Даже ни разу Там никого Из-за верхов Защиты У них Не было Игра Требер Сейчас в исполнении Эншин Размен Получается Сделать Только Один в один При этом Шнейдер Красный Ну и вот Тут конечно Эксплозив Почувствует Или нет Что приготовили Шведы Пока вроде бы Есть понимание У Филина Филин Хороший минус Попронакс Убивает бомб Кэрри Следом Отлетает И Шнейдер Причем Он там уже Сам на пуле Бежал Теперь Лекар Последний Ну и да Действия Все-таки Эншин Были очевидны Для Эксплозив Лекар Конечно Еще может Сдать фраг Нет Даже не получается Разменяться По крашу Это шестой Раунд Эксплозив Там что-то Продолжают Ребята Сверяться Кто сколько ХП кому снял Твист Отслеживает Кстати этот вопрос Отвечает Точно 32 Говорит ХП было Главный по холсбарам Главный по тарелочкам В команде Эншин Твист Ну вот Эншин Решают Продолжать Играть Карту Инферно Конца Делают Форса Двух холошей Плюс 2 тека И P250 Ну Такой себе Конечно Бай Интересно Что не было Ни одного Такого жестко Агрессивного Раунда Которые Сразу ворвались Поставили пакет Вот он Будет Сейчас Две флешки У команды Эншин Врыв 5 Через второй Мидл Но тут Семигот Только одного Смог Остановить Ситуация 4 в 2 Сейчас под базой А но Новэл Плюс Смайк Очень вовремя Подключаются Делают По минусу Тем самым Останавливая Выход Команды Эншин Лекро Минус По смайку Делает Но остается Последним Против троих Оппонентов И инфа По нему Конечно Имеется Лекро Чекает спину Там есть Один игрок Он его Уже Скорее всего Увидел Занимается Бойлер Минута Времени Для шведа Сейчас Такие Эншин Типа Ну все Давайте Пацаны Поборолись Все понятно Такой был Тараунд Но как мы видим Эксплоузив Милы камшиты Будут цепляться За каждый Виртуальный пиксель Пока что Лекро Справляется с первым Второго Дамажит очень сильно Ой-ой-ой-ой-ой-ой Друзья Лекро Ой Хелпака Далеко Хелпа Далеко Лекро Двойное убийство Времени еще Целых 40 секунд Через миддл Краш Фейкует Фейковать Нет смысла Поскольку Краш Находится Еще очень И на Б И на Б Лекро Испугался Флешки Но Это просто Уматывает На базу Б Вот он Кулач Кинг Просто Как жестко Он сейчас играет Зачем это флешка Это была флешка Типа Я в медле Иди на Б Вот такая была Лекро тоже так думает Лекро думает Что флешка была специальная И парень побежал Через банан Ай-яй-яй Шоу Б Нехило Лекро не может Определиться Куда бежать Но в итоге Краш тоже В непонимании Что творится Где бомба Он сейчас может на Б Побежать Краш Своей флешкой Сам себе Все и запорол Да Есть киты Но Блин Пацан на Б Он просто прибежит На 20-15 секунде На Аплэнд Лекро Переиграл Многоходовочка У нас была на экране Лекро Кстати уже Трипл килл Возможно Квадро Всех обманул В этом раунде Хитрый Абрам Всех обманул Ну все Тут Краш палится Сам 10 секунд До взрыва Парень прибегает В плент Ну понятно Квач Король Выглядит Именно так Дорогие друзья Лекро Оставшись последним Против троих Предварительно Сделав еще один минус Забирает двоих И подрывается На своей же бомбе Ничего страшного Для шведской команды Нет в этом взрыве У них 15-й У них целых 9 матч-поинтов 9 шансов Выйти сразу В гранд-финал И уже Кстати Второй раз Побороться За квоту В следующий тур Напоминаю До этого Они уступили В финале Hellraisers Да Hellraisers Уже Обеспечили себе Выход Во вторую часть Там же Вместе с ними Находятся У нас Еще Команды Например Escape Которые бывшие Оргвас И торпеда Да И кстати Это шведы У нас вообще Может быть Много шведов Во втором туре Квалификации Если конечно Сейчас Эншин заберут Такой нужный Для них 16-й раунд Закуп Более-менее Ровный Получился С двух сторон Шведы без раскида У Эксплоузив Три девайса Два пистолета Опа Смайк Ну вот Первый раз Делали эту подсадку И Твист ее начекал Вот это Бэтлак Да Пауф Тем временем Расправляется С Эмми Гадом Есть еще Игрок Больших Песках Но тоже Что ему там делать Непонятно Игрок Больших Песках Один в пять Сейчас Остаться в живых Нет Новол погибает Это 16-6 Это Изи 2-0 Для команды Эншинт И выход В финальную часть Квалификации Первого тура Ну что Поздравляем шведов Видно Еще море Работаю Эксплоузив Возможно Продолжается Поиск пятого игрока Но там конечно Еще Просто Непаханное поле Самосовершенствования О Эксплоузив Да друзья На сегодня у нас все Это был последний матч Завтра будут еще Два Беста в три Противостояния Это второй полуфинал И финал У нас можете посмотреть сетку Напоминаю нам Сеточка КС Гоу Лаунж Против Копенгагенских Волков Открою завтрашнюю трансляцию Это будет Бест оф три Ну и победитель этой пары Отправится К Эншинт Которые Будут уже второй раз В финале Онлайн квалификации Сражаться за слот В следующий тор Пожелаем удачи командам Собраться с мыслями И показать нам завтра Хороший уровень игры И красивый Контерстрайк Нам остается уже Только попрощаться Да спасибо что смотрели Приходите завтра В это же время На этот же плеер Ну а на сегодня Всем всего хорошего И пока Субтитры создавал DimaTorzok